Друзья, спасибо, что вы пригласили, нашли время нам немножко уделить. Меня зовут Милик Пашенко, я кандидат в президенты от нашей партии Рината Усатова. Вы знаете, что Рината Георгиевича не может участвовать в этих выборах президента, потому что его не допустили к этим выборам, точно так же, как два года назад его сняли фактически с парламентских выборов незаконно. Сейчас против него развернулась вот эта компания «Плевиты», фабрикуются уголовные дела, он даже не может приехать в Молдавию, в Бельце, потому что он объявлен в международный розыск и выписан ордер на арест на него на 30 суток. То есть мы расцениваем это как заказное дело, как политическое дело, сфабрикованное, но полностью сфабрикованное под каким-то большим там основанием. Вообще против него они сфабриковали уже где-то 20 дел. Он преследует, потому что боятся его. Он не смог пойти на эти выборы, наша партия выдвинула меня кандидатом в президенты. И наша позиция очень непростая. Если коротко, мы хотим поменять эту власть в решении. Потому что мы пока этого не сделаем, пока не поменяем этот власть, мы не сможем двигаться дальше. То есть наводить порядок какой-то, поднимать экономику. Потому что если не будет работать экономика, понятно, что не будет денег ни у людей, ни в бюджете. Но с этими ничего не получится. Потому что даже сейчас мы два месяца объездили всю Молдову, там десятки тысяч километров проехали. И везде мы видим, ну то, что как тяжело и плохо живут люди, это понятно. Но мы даже видим сейчас, как закрываются предприятия. Вот в Унгенах, в Сарабке, в Афарештах, в Кишиневе даже. Потому что даже вот в это время закрывается консервный завод, депо по ремонту вагона, стекольный завод. Там 100 человек уволили, там 300 человек выгнали на улицу. То есть они рассказывают сказки, что они там что-то меняют. На самом деле ничего не меняется. Сейчас они живут только в долг. Хотят получить вот этот кредит валютного фонда. Под этот кредит их заставили переоформить вот этот украденный миллиард государственный долг, который мы все будем выплачивать 25 лет. Их заставляют повысить тарифы на коммунальные услуги. Заставляют повысить пенсионный возраст. И заставляют вернуть въезд в жидетцы. То есть такие очень неправильные, на наш взгляд,... А я не председу, что мы не хотим сказать. Да. Это очень неправильные такие требования. Они засекречены, они их не публикуют. Потому что знаю, что если люди сейчас узнают это, то они и так, как бы у них никаких шансов не было на выборах. Вчера мы видели, как Луфу снялся. Я дался. Я может, на счастлив. Я не зашел. Когда приедем в лесник? Ну, вот победим, и приедешь с оркестром сюда. Домой. Привезем. И встретиться могут. То есть мы, наше основное обязательство, основной пункт нашей программы, это указ номер один президента о распуске парламента и о назначении досрочных выборов. Все люди, наши сограждане, если они голосуют за кандидата нашей парламент, они поддерживают, как бы, этот проект указа, дают, понимают, наказ, поручение подписать этот указ. И президент подпишет указ, распустит парламент. И уже к весне мы можем иметь новый парламент и новое правительство, которые начнут наводить порядок постепенно. Ну, вы знаете, что вот всю эту компанию нас били, вот никого особенно не трогали, у всех были такие комфортные условия на этих выборах. Спокойно очень хорошо шли на эти выборы, били только нас, били усадово, бьют нас, шантажируют нас сейчас там, сниметесь, не сниметесь с выборов. Ну, я однозначно говорю, что мы никуда не снимемся, если мы идем на краса на эти выборы, 30 октября мы будем в билетене. То есть, там они не снимаются все пачки, они уже как будто конкурс, кто еще не снялся с выборов. Мы не снимаемся с выборов, не переживайте. То есть, вот это наша программа, указ номер один, поменять власть, провести досрочные выборы и начать наводить постепенно порядок в Молдове. Мы убеждены, и в этом большинство людей убеждены, что в Молдове действительно мафиозная, захваченная система, и главарем всей этой магии является плохогим. То есть, пока мы плохогимка не уберем, пока от него не избавимся, в Молдове нет никакого будущего. Он будет дальше убивать, убивать страну, воровать. Когда он уже поймет, что запах он жарен, ардикурл, да? Смоется. Ну, он сам сказал, ардикурл, да. Когда поймет, он просто уже сбежит отсюда, смоется и оставит вас, всех у разбитого корыда. Может, я сразу скажу вот два вопроса, которые, ну, даже один вопрос в Пейцах, в других местах нам задают отношения с партией социалистов. Да, но не те все, которые это тоже. У нас действительно по многим вопросам похожая позиция. Они за хорошее отношение с Россией, мы за хорошее отношение с Россией. Хотя они два года назад обещали таможенный союз, они не выполнили это обещание, и сегодня они уже не говорят про таможенный союз. Мы не говорим, что надо вступать в таможенный союз, потому что у нас не в Риму ни в Европейский союз, ни в таможенный. Мы говорим, что сейчас нынешняя власть, она дружит с Западом против России. Это неправильно. Мы должны восстановить нормальные отношения с Россией, но при этом не надо ссориться и с нашими партнерами в Европе, там, с Румынией. С партией социалистов, как бы, общая позиция, что нынешняя власть, она неправильная и должна уйти. В том, что надо там развивать экономику, социальную сферу, решать пренестровский вопрос, тут мы во всем, как бы, нет противоречий. Единственное, главное разогласие между нами в том, что мы конкретно выступаем против Лохотнюка, и мы предлагаем способ, как избавиться от Лохотнюка. С помощью вот этого указа. Разогнать парламент и уже выбрать новую власть. Социалисты этого не предлагают. То есть они говорят, что, может быть, там, когда-то они придумают какой-то способ, как от этого Лохотнюка избавиться. Но ничего у них не получится, потому что, если они, тот же Додон, станет частью этой системы, систему все равно все контролирует Лохотнюк. И это будет Тимофте номер два. От Лохотняка можно избавиться только одним ударом, или одним указом, или какими-то массовыми протестами, то есть составить их уйти, потребовать их распуска парламента. Но только таким способом. Потому что так, по-хорошему, с ним не получится. Потому что он всегда всех переигрывает, всегда всех обманывает, и делает все, чтобы удержаться от власти. Хуже всего будет, если президент, какой бы он ни был, вступит в сговор с Лохотнюком и будет, так сказать, Тимофте номер два. То есть это вообще будет хуже всего. Это будет полная разочарование. Это есть возможность, и у Майзана такое же самое. А как она с ним будет бороться? Она сказала, что он будет бороться. А как? То есть, понимаете, они все борются. Уже сколько? Пять лет борются. Нам уже надоело бороться, мы не можем всю жизнь бороться. Нам надо победить один раз, а не бороться. Это значит, как идем, 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 а надо однажды уже прийти куда-то. То есть мы предлагаем вот эту конечную цель, добиться этой цели, именно просто смести их всех. Можно это на выборах сделать. Можно один раз это сделать на выборах. Вот это наше различие с партией социалистов, то есть отношение к Лохотнюку. И мы не снимаемся с первого тура, никто никуда не снимается, мы идем со своей платформы до конца. Потому что никто другой нашу платформу реализовать не может. Никто не сказал, что он поддерживает наш указ номер один на распуске парламента. Никто не сказал, что он быстро распустит парламент. Они не говорят, что они прям быстро распустят парламент. А без этого никак нельзя. Вот этот вопрос и что произошло вчера, то, что в Плохотнюк слуху вышли на трес-конференцию, перепуганные, такие руки дрожатые и снялись с выборов. Но есть два объяснения. Они поняли, что у них вообще нет никаких шансов, они не захотели позориться. Это первое, как бы, объяснение. Но более такое реальное объяснение, это то, что американцы припугнули Плохотнюка. Они ему показали, что вот у тебя там на счету 500 миллионов долларов, завтра будет ноль. У тебя там уголовное дело в Англии, завтра будешь сидеть в Англии за решеткой за убийство. Который десантлив, что Плохотнюк руководил международной парламентой Киера. И там это все и есть уголовное дело в Румынии, и в Англии. Если они его могли этим припомнить, то, что убирайся с выборов за нашу Майя Сангу. Майя Сангу – это действительно проект американцев, чисто американский проект. Они ее проталкивают, они, Европейский Союз. И если она останется, то ничего тоже не изменится. Будет продолжаться этот так называемый проевропейский курс, от которого пока никто ничего особо хорошего не видел, кроме, может, безвизового режима. Но безвизовый режим все равно останется, никуда они его не отменят. При любой власти они его остаются. Пока наша позиция очень короткая, но с удовольствием на любые ваши вопросы есть. Скажите, у меня вот такой вопрос. Вы же, наверное, в реализации, я не думаю, что если проходит партнер, если проходит с ним сам, во второй пункт, наша партия готова поддержать до дома, выступить, не сказать, как хотите, так и голосовать, а поддержать когда-нибудь. Знаете, был такой Александр Иванович Лебедь, генерал. Я говорю, что если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой. Сейчас мы не спекулируем на эту тему. Если бы, до кого, то в артуре слив грибы. Мы идем со своей позицией. Мы уверены в нашем успехе, на этот успех, на эту работу, на эту победу. А там уже, как решили терапию, сейчас мы не обсуждаем никакие планы после первого тура, никакие планы после не обсуждаем. У нас вот первый тур, а дальше уже по обстановке не действуем. Но пока мы настроены на то и действуем ради того, чтобы во втором туре наша партия поддержала кандидата нашей партии. Это первый пункт. Второй пункт. Мы уже по-любому победили. Мы уже победили, потому что во время этих выборов мы уже расшатывали этот режим в выходниках. И то, что вчера случилось, говорит о том, что у них там, в этой мафии, в этой демократической партии, что-то там сломалось. Демократическую партию после вчерашнего можно хоронить. Так же, как Воронин похоронил коммунистическую партию. И неизвестно еще, что будет с платформой ДАП. Потому что она снялась с выборов и выживет она, не выживет. Какое она будет, пока не ясно. Наша партия, мы не можем сейчас предать всех наших сторонников. Сотни тысяч. Они все хотят, чтобы мы шли до конца. Мы не можем предать наших сторонников. Мы не предатели. Сады не предатели. Я тоже не предатель. Может кто-то другой предатель. Мы нет. Слава Богу пока. То есть мы идем до конца. Еще вопросов? Или нет вопросов? Я просто мой полный момент. У нас тут человек автопиографии. Сколько вам? Привет. Что у нас закончили? Мне 53 года. Мне 53 года. Я окончил в 1985 году Международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. В последнем курсе я жил в Мухаристии. Писал дипломную работу в Мухаристии. С тех пор 30 лет работал в разном издании. Агентство АТАС, агентство Печати Новости. Это советское время. Когда уже Советский Союз развалился, там появились частные издания прессы. Агентство Репутатки, с такой, было одно из случая, был редактором газет «Республика», «Молдавские ведомости», «Панорама». 10 лет и был корреспондентом английского агентства «Рейтер» в Молдове. В 2010 году Никай Гепу, тогда его президентом, наградил меня Ольгином Республики, и от этого Ольгина отказался. Почему? По помощи не было, друзья, как бы, я тоже не знаю. Я пошел на главпочта, он пошел на главпочта, упаковал его в коробочке, не, он был в коробочке, в бандероле, заперной бандеролей от правды. Зато сейчас я хорошее чувство свободы, ничем Гепу не обязан. Кусатова я знаю с 2014 года, когда он вернулся в Молдову. Если кто-то другому не предложил, я бы не согласился. Кусатому никаких претензий у меня нет. Он новый политик, он не предатель, как я сказал. Он не имеет бизнеса по урону. В Мельцах, наверное, вы лучше знаете, он наводит порядок. Вот старые схемы, которые они разрушаются, коррупционные. Каких-то скандалов вокруг Кусатова в Мельцах нет. Вот по коррупции, там почему-то проводятся тендеры, проводятся аудиты на муниципальных предприятиях. Как-то обустраивается город. Я вижу, что гораздо чище город стал. Вот эта техника, которую подарили и правительство Москвы, и Монсанкт-Петербург. Она работает. У САТО очень хорошее отношение с Российской Федерацией. В Мельцах, по партиям Снижая Новгорода, Санкт-Петербург, Москва. То есть работа ведется, да, зажимают. Всем тяжело. Вот в нашей партии 13 демагров. Городских. Городских районов центра. Город в Мельцах практически весь север. Молдова это... В Шаричке? В Шаричке. В Шаричке. В Шаричке. В Шаричке. В Шаричке. И вся Бомбулуга был, конечно, четверг. Помбрат. А там Чемнишлей еще с приворотом случилось с Елу Сеном. Это правда? Нет, неправда. Помбрат. Песанатра и chưa те, где фирмара проезжает. Может, не носит ли. То есть, то, что там они сочиняют все эти социологические обросы, они все большивые заказаны. Вы увидите, что результаты выборов будут совсем другими, чем рисовали все эти СССР? Да, мне рисуют, что до дону будет 40%. Сколько это? Ну, 40% до дону будет приятно. Специально, чтобы общественное мнение, можно манипулировать общественным мнением на то направление, которое нужно. Им нужно. И, если можно, я... Вы упомянули дело про уголовные дела, да? Сын Матимара Камрата попал в такую ситуацию. Молодой человек, который занимался просто мебелью, оказывается, сегодня заниматься мебелью, это значит быть каким-то сутенером. Вы вчера, может быть, если сегодня смотрели новости по адресскому телевидению, вчера был задержан начальник ДРСУ господина Сергеевича Ивановна. Его вообще задержали по какому-то делу сфабрикованному. Якобы он поджег листья, которые ДРСУ собирало в городе. Но на самом деле этого человека неделю заставляли партия ДБМ, чтобы он вышел с публичными декларациями в пресс-конференции, с декларациями против Рената Усакова и против нашей партии. Он отказался от этого. И вот получилось, что получилось. И это не только это уголовное дело. Вы, наверное, тоже были свидетелями тех новостных блоков о Ренате Георгиевиче. Это последнее уголовное дело, которое открыто, то есть на основании которого ему выдали этот мандат на арест международный. Это что не есть то уголовное дело, в принципе, которое должен быть субъектом не Ренат Георгиевич, а Сокотнюк, как главный организатор покушения на убийство Горбунзова. То есть с историей с Горбунзовым мы все наслышали с 2014 года, потому что в 2014 году на парламентских выборах опять же первый раз появилась история с Горбунзовым. Сегодня опять появляется история с Горбунзовым, но сегодня качество Рената Георгиевича в этом уголовном деле уже совсем другое. Вы понимаете, почему Горбунг это делает? То есть он всяческими методами пытается напугать, во-первых, наших народников, закрыть рот Ренату Георгиевичу, чтобы он больше не выдавал вот эти материалы из уголовного дела. Потому что Ренат Георгиевич, он непосредственно уже выставил улики и доказательства, которые сегодня находятся в уголовном деле в Румынии. То есть он фигурирует сегодня как свидетель по этому уголовному делу. И Молдавия вообще, прокуратура, не имела права вообще возбуждать по этому делу уголовное дело, по всем международным стандартам и нормам. То есть вы понимаете, какой прессинг сегодня оказывается на Рената Георгиевича, на нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чумашенко и на сторонников нашей партии. Но что хочу я вам сказать, я это говорила и позавчера в пресс-конференции, и после заседания СССР выдали этот мандат на арест. То есть Плохотнюк это последний его вздохи, потому что мы все ждем мандат, международный мандат на арест, на арест Плохотнюка. Именно по этому уголовному делу. И именно из-за этого, что он знает, что скоро будет выдан этот мандат на арест, он всяческими путями и фабриковал это уголовное дело против Рената Георгиевича, именно для того, чтобы закрыть ему рот. То есть сегодня они с легкостью открывают уголовные дела. Мы сегодня, в принципе, могу сказать, как руководство партии, Елена Яковлевна, вице-председатель нашей партии, мы какие-то уголовники. То есть нас по публике, по правилам показывают, что мы какие-то наркодилеры, члены нашей партии, какие-то наркодилеры, криминалы, уголовники. Но мы вышли в пресс-конференцию перед Министерством внутренних дел и сказали, ребята, господин же министр, если мы уголовники и криминалы, вот мы стоим перед зданием Министерства внутренних дел. Выйдите и арестуйте нас тогда. То есть получается, что никто не вышел, доказательств у них никаких нет по этому поводу. Но нас пытаются выставить на их, буду говорить, телеканалах, да, которые, эти телеканалы находятся в кармане у Плохотнюка, для того, чтобы людям донести информацию, что Рената Усатый, что сторонники нашей партии, члены нашей партии, это просто какая-то криминальная группировка, что не есть правда. И я одновременно являюсь и муниципальным советником в муниципе Вельц. На одном из последних заседаний муниципального совета представители публики как-то мне попали за глаза. И, конечно, я не могла воздержаться, не прокомментировать их присутствие. И тогда я воспользовалась возможностью сказать на всю страну, люди добрые, не смотрите эти телеканалы, потому что это просто промывание мозгов, и они пытаются до вас донести самую живую информацию. И, может быть, они хотят ваше внимание отвлечь от самых крупных проблем, которые, ну, от основных вопросов и проблем, которые существуют в стране. Вы по публике или по правилу слышали о ситуации, что миллиард, который они украли, должны возвращать мы? Конечно, нет. Они ведь не будут об этом говорить, чтобы правительство взяло на себя такую ответственность. То есть, и очень-очень много проблем. В одних есть дебатах, где Дмитрий Алексеевич участвовал с представителем ДТП. Они с бессовестной физиономией говорят о том, что они понизили тарифы нам. Электронергию, на газ вы это почувствовали? Я, например, потребитель, я почувствовала только подорожание. Они понизили нам на 2%, а подорожали на 40%. И это, естественно, будут еще подорожания, потому что условия МВФ, если вы слышали, в ноябре, они говорят, что нужно заключить этот договор с МВФ, чтобы нам МВФ дал еще одну, еще один, чтобы было предельно. Но условия там очень жесткие. И первое, самое основное условие МВФ, это было, чтобы миллиарды, которые они жили, эти города, дали, чтобы просто ключевый народ, наш молдавский народ, чтобы мы этот долг должны возвращать. Я не знаю, но каждый из нас должен делать свои выводы. И мы очень надеемся, что 30 октября вы все придете и самостоятельно решите судьбу нашей страны. Вы, если мы попытались вас убедить, если Дмитрий Алексеевич попытался вас убедить, придите 30 октября и на каждом бюллетене поставьте свою подпись на этом указе. Потому что без этого указа Плохотнюк не уйдет от власти. И более того, я хочу сказать, что один представитель, ярый представитель ДВМ, который находится в ГГУЗе, он сказал, что они без крови власть не отдадут. То есть он сказал это публично людям. То есть вы понимаете, на какие шаги они готовы для того, чтобы держать власть. Но мы призываем на восстание мирное 30 октября. Без крови, без вилл, без насилия. На восстание, на которое ведем мы, весь народ Молдовы. И мы бюллетенями именно сделаем это восстание и проголосуем правильно для того, чтобы не было этого Плохотнюка в стране. Не было этой власти, которая сегодня находится в парламенте, в правительстве. И мы должны все-таки считать, что сами решать свою судьбу. И решать свою судьбу нашей страны. Я не знаю, что здесь не уехал. Я не знаю, что здесь не уехал. Возраться. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...